Значит, какие файлы нам необходимы для того, чтобы создать форму регистрации, ну и полный скрипт, который относится к регистрации пользователей. То есть нам нужен будет файл логинг php. В этом файле у нас будет находиться форма регистрации и ссылки на форму входа. Второе у нас это нам нужна форма регистрации и регистрации. Третье это у нас сброс пароля. То есть мы этого не делали еще, но сейчас будем делать. Потому что нам необходимо, если пользователь забыл пароль, то ему нужно дать возможность пароль сбросить. Ну, вроде все. То есть регистрация, сброс и логинг. Ну и нам нужен еще файл индекс, в котором будут все эти ссылки отображаться. Пока создадим просто пустые файлы. Чтобы у нас еще... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Создадим папки, которые нам нужны будут для проекта Includes, в нем мы будем хранить различные файлы, которые будем подключать, это у нас будет меню, футер, подключение к базе данных, и все, теперь нам нужно будет еще JavaScript, JS папку и папку. Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы не терять время, опять же, идем на V3School, у них есть шаблоны, и здесь у нас, ну берем какую-то из этих форм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Проверяем, что у нас кодировка от F8, чтобы все было хорошо. И теперь, дальше, нам нужно добавить в наш проект ньюшку. Тоже здесь же на V3Schools, тут у них есть раздел NavBard, это меню. И берем там последнее меню, которое подходит для мобильной версии. Вот этот, коллапсим NavBard Так, соответственно, все, что в меню Nav, в теге Nav находится, мы копируем отсюда. И создаем файл в инкутсах меню PHP. Теперь у нас в логине, в боди, подключаем. Включаем наш файл, который мы пока способны в MuteHP. И посмотрим так. Теперь у нас еще одна проблема. У нас сейчас мы используем cdn. Более правильно хранить эти файлы у себя в папках css и gs, соответственно. То есть мы теперь здесь создаем css bootstrap, ну, файл со стилями bootstrap. Чтобы у нас был здесь. И просто откроем браузер. Так, так, так. 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 Файлы css и gs, они не имеют никакой защиты. В большинстве случаев вы их можете просто открыть скачать. Ctrl-A. Ctrl-C. Это текстовые файлы, которые вы можете копировать к себе. Всё. Я его скопировал. Отсюда его вставил. Файлик. Здесь получилась просто одна длинная строчка. Так как этот файл унифицирован Для того, чтобы Пробелы и переходы строки Они занимают лишнее место То есть они будут весить Это какие-то символы специализированные Которые будут увеличивать объем файла Так, то же самое делаем С jQuery Min.js То есть полный набор Bootstrap Он включает в себя jQuery и Bootstrap Min.js Эти файлы позволяют делать Различные переключения между вкладками То есть там есть скрипты Которые позволяют делать вот такие закладки на сайте Менюшки сворачивающие, разворачивающие И так далее Без этих скриптов Та же менюшка уже работать не будет И Ну там Какие-то всплывающие модальные окна Тоже работать не будут Которые мы тоже будем использовать То есть соответственно точно так же Копируем ссылку отсюда Копаем ее Тоже все выделяем Ctrl-A, Ctrl-C Выделили все, скопировали Идем в папку Создаем JS Создаем jQuery Ну вот с этим С .min.js, .min.css Означает что Они минифицированы То есть у них убраны Разбиения по строкам Они не очень удобны для редактирования Но они оптимизированы для того Чтобы иметь минимальный вес То есть тут все записывается в одну строчку Чаще всего разработчики эти файлы не пробуют Поэтому Их можно Ну и рекомендовано хранить Именно в том виде Их все Их все Все Теперь Идем в наш логин И Меняем Пути То есть теперь мы будем открывать это все Не отсюда То есть с cdn С чужих серверов А с нашего сервера В чем проблема С использованием cdn И так далее То есть с одной стороны Это здорово То что мы не Не будем использовать Ну не будем занимать место На нашем хостинге И Сами вот эти сети cdn У них множество серверов По миру раскидано Они будут Подгружать с ближайшего сервера Этот файл И Вы на этом не будете тратить ресурс То есть это рассчитано на то Чтобы Это все работало быстрее Но бывают какие-то технические проблемы То есть у нас каждая страна Она подключена Через фильтр Через firewall Который не пропускает Определенный трафик И в зависимости от ситуации Какой-то политической Или еще какой-то У нас могут отключать Внешние сервисы Без нашего ведома В связи с этим Тут у вас два варианта Или вы Полагаетесь на то Что будет доступен cdn И Загружаете все эти файлы С cdn Что с какой-то вероятностью Доля вероятности Увеличит скорость Загрузки страницы Или же вы Все копируете к себе В случае если вы все копируете к себе То у вас два варианта Или ваш сайт не могут открыть Или могут полностью открыть В случае с cdn Тут может получиться так Что У вас Две вещи будут влиять То есть Здесь В нашем случае влияет Доступность только нашего хостинга Он или доступен или нет Там уже будет два компонента Это наш хостинг плюс cdn То есть надежность как бы Снижается Поэтому лучше на этом не экономить Лучше все файлы всегда хранить у себя Плюс там Через какое-то время Тот же Google там На своем cdn Удалит Допустим этот файл Скажет Он уже 10 лет назад Стал Старым Устаревшим Поэтому мы его удаляем И ваш сервис Сайт перестанет работать Правильно Соответственно В этом случае Вы гарантированно Храните все у себя И оно на момент разработки Когда вы закончили разработку Все Или Ну если оно работает То оно работает Будет пока ваш сервер доступен И сети Так Дальше значит У нас Просто прописываем Нужные заголовки Форма входа Так Ну пускай будет По e-mail Регистрироваться Сейчас в большинстве На большинстве Сервисов Регистрация идет Или по e-mail Или по номеру Телефона Так как нам нужно Будет проводить Подтверждение Того Что этот человек Действительно Имеет доступ К этому e-mail Плюс E-mail нужен Для сброса пароля То есть Когда у вас Человек забыл пароль Да То чтобы повысить Надежность его аккаунта Ему высылается Ссылка на e-mail Для Восстановления пароля Соответственно У нас будет e-mail И Так Ну тут все нормально Введите e-mail Так Ну запомнить меня Мы пока Уберем эту Штучку Галочку Потому что И так Скрипт будет непростой И здесь Так Это у нас логин Значит вход Войти Кнопка будет Все После Минимальных изменений Форма готова К использованию Так Уберем Атрибут Экшен И укажем Нету Пост Все Теперь Тут все закончено Теперь у нас Дальше Опять же Вот эта часть Она в принципе Вот эта вот Верхняя часть Она будет На всех страницах Дублироваться Подключение Вот этих стилей И так далее Поэтому Давайте ее уберем Чтобы она Чтобы мы не копипастили То же самое На всей странице Мы это спрячем в меню Возможно Это файл Можно было назвать Не меню А header Давайте еще один Сделаем Header Так Не Сохранили Логин Сохранили Так Тут вроде все Теперь форма Регистрации По сути Она очень похожа Единственное что у нас там Дублируется пароль То есть это будет Ну текст Чуть другой Registration То есть мы копируем То же самое Пишем форма Регистрации E-mail Пароль Так Здесь у нас Регистрация Теперь Ну Есть два варианта То есть мы можем Попросить Ввести пароль два раза Можем один раз Ну В принципе Сейчас идет тенденция Глобальная К тому Чтобы все нужно Максимально упрощать Соответственно Мы Даем человеку Ввести пароль Все таки один раз Если он ошибся То Нам нужно будет Просто он там Или сбросит Через свой e-mail Этот пароль Заново Если он забыл его И так далее То есть ну Лишний раз Мы просить не будем Его вводить Свой пароль Так Теперь Следующий А ну Забыли поставить Required Потому что Эти поля Обязательных заполнений Без них никак нельзя То есть это Ребют Required Во все Инпуты Которые Нам нужно Обязательно Заполнить Теперь переходим К нашему индексу Индекс 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 У нас будет содержать Меню В принципе Контейнер Пока пустой Напишем Теперь следующий этап Это меню Приведем его В порядок Так Нам нужны будут менюшки Значит Главное И регистрация И вход Так Это у нас Вход Логин PHP А это у нас Регистрация Регистрация И посмотрим Что у нас Получилось Теперь Так Что там Скодировал В клин По Индекс Так Красиво Там Хэдер Не подключили Вместе Нам Нужно Хэдер Подключать Везде Хэдер Печка И так Здесь Тоже То есть У нас Вот Есть Теперь Ссылка На главную Так У нас Что-то еще Не хватает Шрифтов Ни секунки Должны быть Теперь Вот Тут Видим Сейчас Когда у вас Какие-то элементы На сайте Не отображаются То чаще всего Когда мы нажмем R12 В браузере И откроем Консоль То здесь будут Ошибки И нам будет указано Каких файлов Не хватает То есть Если мы наводим Сюда То мы видим Что нам нужна Папка Fonts И в ней Должны быть У нас Шрифты С иконками От bootstrap Соответственно Мы Сейчас Скачаем С сайта bootstrap Getbootstrap.com Можно скачать Полностью Весь набор Stilish И так далее То есть То что я копировал С cdn Можно просто Скачать У них И здесь Будут Скрипты И вот Шрифты Шрифты Сейчас Перетащим Все Все Теперь Здесь Иконки Появились Через 12 Посмотрим Ошибок Нет Значит У нас Все Хорошо Следующий Этап Это Мы Создаем Базу Данных Под Хранение Пользователей Дополнительный PHP Admin Заходим Пользователь ROOP Пароля Нет И Создаем Базу Данных Переходим В окошко Базы Данных Создать Базу Данных Создаем Ее С таким Же Именем Как и Наш Сайт Который Мы Разрабатываем Чтобы Потом Не путаться Создаем Таблицу Users Нам Нужно Будет Хранить Дату Регистрации Логин Это E-mail Наш Пароль И Статус Пользователя И ID То есть 5 полей Ну там Плюс Минус Может что-то Меняться По минимуму 5 Ключ E-mail Паспорт 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 Статус И Дату Дату Выставляем Тип Таймстамп И По умолчанию Значение Current Таймстамп Статус Выставляем Варчар Потому что Только Для Текстовых Полей Именно Варчар Позволяет Ограничить Длину Статуса И указать Значение По умолчанию New То есть У нас Автоматически Когда мы Не будем Задавать При вставке Записи Статус Он будет Задан Значение New Пароль Делаем Тоже Варчарт Там 64 Символа E-mail Ну не знаю E-mail Там тоже Пусть будет 60 Хватит 60 Так ID И Для ID Проставляем Автоинкремент И он Автоматически Становится Основным Ключом Primary Теперь У нас Так как Мы не хотим Чтобы У нас С одним И тем же E-mail Было Несколько Пользователей Мы Делаем Уникальный Индекс Для Нашего E-mail Все Наша Таблица Users Создана Теперь Дальше Переходим Теперь Нам нужно Соединиться С базой Данных Чтобы Добавить Пользователя В базу Данных Для этого Мы Создадим Файл Connect PHP Так как Нам понадобится Соединяться Почти Во всех Файлах Нашего Проекта Соединяться С базой Данных Когда мы Открываем Скобочку То в большинстве Редакторов Уже автоматически Идет Подсказка Что нам Нужно Какие Параметры Передавать То есть Здесь указывается Сервер User name Password Три параметра Сервер Это у нас Local В большинстве Случаев Это подходит Пользователь Ну для Open Server Это root Если вы будете Работать С другим Программным Обеспечением Или с хостингом То вам нужно На хостинге Выдают Логин и пароль Вы их сюда Оставляете Для Другого Программного Обеспечения Ну тоже На форумах Посмотрите Какой там Будет Логин и пароль То есть В нашем случае Пароль Отсутствует Логин root Бывает так Что на хостинге Localhost Не подходит Тогда вы можете Открыть HPMyAdmin И вот здесь Будет строчка В самом верхнем углу В левом Сервер Если вы скопируете Вот эту строчку То вы сможете Ее подставить Вместо Localhost И будет все работать Потому что Localhost Там Apache Сервер Который поддерживает Ну то что Мы через него Будем смотреть Эт странички Теперь Если же Бывает так Что у вас допустим Делают что База данных Они на отдельном сервере Работают Там у них SSD диски Устанавливаются Еще на какой-то Специализированная Конфигурация Сервера Чтобы оптимизировать Работу базы данных И сэкономить Деньги на этом И повысить Скорость То Здесь будет у вас Указан другой сервер Вы просто Копируете Этот IP адрес For И туда вставляете Дальше Нам нужно MySQL Для того чтобы Упросить работу С базой данных Мы выбираем Конкретную базу данных SelectDBS Который был работать Значит Здесь у нас Мы Базу данных Назвали Ingin.com Очень часто путают И пишут туда Таблицу Или еще что-то То есть Вот база данных Если вы не помните Как называется База данных То вы идете Вот сюда База данных И тут будет список Только баз данных На своем левом меню У вас и таблицы И все что угодно Можно перепутать Здесь уже чисто База данных И вот она наша Находим Вот эти две строчки Нам нужны Чтобы Соединиться С базой данных И соответственно Теперь в каждый файл Нам нужно подключить Connect.php Каждый файл Который нам Который будет работать С базой данных Но по сути все Они будут работать С базой данных Следующий этап Это регистрация То есть Нам нужно После того Как форма заполнена Добавить Наши Нашего пользователя В базу данных Ну и не добавить А попытаться добавить Его в базу данных И если такой логин Еще не занят То мы тогда Выводим сообщение О том Что Пользователь Успешно Зарегистрирован Если он Занят То мы выводим Попробуйте Использовать Другой логин Так Что у нас На что нужно Сейчас обратить внимание То что Вот эти вот Атрибуты Name E-mail И паспорт Да То есть Здесь у нас По вот этим Именам E-mail И pvd Будут Мы будем Получать Постданные PHP код Я рекомендую Писать В зависимости От ситуации Но в принципе Давайте так Будем писать Сразу после Connect То есть Вот это Вот Так Так Даже вот так Наверное Почему сразу После Connect У нас Если мы Захотим После успешной Регистрации Сделать Переадресацию Сразу В личный кабинет Или еще куда-то То Это возможно Сделать Поменять страницу Только До начала Вывода данных То есть У нас Как только мы Начинаем Выводить данные То есть Вот здесь У вас уже Какие-то символы Пошли И так далее То есть Даже вот между Вот этой строчкой И вот этой строчкой У нас есть перевод строки Это будет считаться Как символом То есть Если мы даже Сверху Вот так Сделаем Пробел То это уже Не позволит Изменять заголовки Поэтому Есть PHP Код Давайте Мы По обработке Постданных Сразу после Коннекта Напишем Добавлять Мы будем Пользователя Только в том Случае Если у нас Форма была Заполнена И отправлена Соответственно Нам нужно Проверить Есть Есть ли данные Емейл наш То есть Если наш Емейл Заполнялся То тогда Мы Делаем Мы вставляем Запись В базу данных MySQL И пишем Запрос Если вы Не помните Как писать Запрос То здесь Есть PHP MyAdmin Вкладка SQL После того Как мы Выбираем Базу данных Таблицу Если мы Заходим Во вкладку SQL То здесь Есть Типовые Шаблоны Мы можем Нажать Скопировать И уже Доправить Запрос Потому что Тоже Ну Бывают Ситуации Когда Я не помню Как Синтакс Испишется Соответственно ID нам Не нужно Потому что Это поле Автоматически Автоматически Заполняется Статус Будет Автоматически Заполнен Как New И data Автоматически Заполнена Текущей Датой Соответственно У нас Два Столбца Ну Два Значения Два Столбца И Подставим Эти Значения Из Долларпост То есть E-mail Это у нас Долларпост E-mail И Пасворт Долларпост Пасворт На что Стоит Обращать Внимание Что Так У нас Здесь Да У нас Name PVD Здесь Да Лучше Назвать Имена Input И Название Столбцов Одинаково Чтобы вам Потом Не приходилось Гадать Что В e-mail Мне вставить И что В пасворт То есть Если у вас Столбец В базе Данных Называется E-mail И пасворт То имена Соответствующих Input Даем Точно Такие же Тогда у нас Будет Все E-mail Пасворт Долларпост E-mail Долларпост Пасворт То есть Проще писать Такие Запросы И это Будет уже Интуитивно Понятно То есть Пока По минимуму Уже Мы можем Зарегистрировать Пользователя Давайте проверим Что Можно Это сделать Так Переходим В регистрация Смотрим В базе Данных Так Вот он Ставился Теперь Видим Какая Проблема Пароль У нас Он Отображается Текстом Соответственно Это Плохо То есть Если Человек Который Будет иметь Доступ К этой Базе Данных Может Этим Воспользоваться То есть У большинства Пользователей Вот этот Логин Вот этот Пароль Подойдет К вашему Имейлу И соответственно Можно будет Получить Данные Поэтому Есть Способ Как Защитить Наши Пароли Мы будем Использовать Функцию MD5 То есть У нас MD5 Это Алгоритм Хеширования Который Позволяет Получить Из вашей Комбинации Каких-то Букв И цифр Еще Одну Комбинацию Которая То есть Эта штука Она Грубо говоря Ну Она Не совсем Там За Шифрует Да То есть Здесь нету Она работает Только в Один В одном Направлении То есть Вы можете Получить Из входных Данных Другие Выходные Данные Но Обратно Она Не Работает То есть Вы не Можете Обратно Расшифровать Получить Исходную Строчку Вот И Теперь Если Мы Проверим Что Случится После Регистрации То Мы Увидим Здесь Какую-то Абракадабру То есть Я ввел Тот же Самый Пароль Но Теперь Не Отображается И Это Это Уже Хорошо Давайте Удалим Этих Пользователей И Зарегистрируем Завтра Теперь Следующий Этап То есть Все Прекрасно Регистрируется Но Нам Нужно Понимать Что Это MD5 Функция Есть Стандартные Пароли То есть Почему Не нужно Использовать Простые Пароли Я об этом Уже Говорил Что Если Мы Берем Я Раз Два Три Набрал Просто Загуглили Этот MD5 То Здесь Будет В большинстве Будет Много Сайтов Которые Будут Указывать Что Вот Такой Хэш Это Раз Два Три Точно Так же Не Рекомендуется Использовать Пароли Длина Которых Меньше Шести Символов Соответственно Нам Нужно Проверить Длину Пароля Введенную Если Длина Пароля Меньше Шести То Мы Введем Сообщение Что Ваш Пароль Слишком Короткий Ну Меньше Шести Символ Создаем Какую-то Переменную ER Месседж Это Сообщение Об ошибке И записывать Ваш Пароль Теперь нам Нужно Вывести Это Сообщение В Bootstrap Есть Уже Готовые Заготовки Для вывода Сообщений Это Alerts Переходим Сюда В Alerts И здесь Смотрим Есть Danger Это Сообщение Об ошибке И пример То есть Вот у нас Div Класс Alert Alert Danger Теперь В нужном Месте Ну Датформы Соответственно Будем Выводить Сообщение Об ошибках Проверяем Если У нас Есть Заданное Какое-то Значение Переменной Dollar Your Message Сег То есть Если она Есть То мы Выводим Наш Наше Сообщение То здесь Есть Типовой Типовой Формат Здесь Какая-то Ошибка И Само Сообщение Все Окей Теперь Дальше У нас Следующая Ситуация Может Возникнуть Если Такой Пользователь Уже Зарегистрирован У нас В случае Если Мы Попытаемся Вставить Наш Запрос Будет Содержать Дублирующий E-mail То Вот Эта Функция MySQL Query Она Вернет Код Ошибки False То есть Этот Результат Будет Ryan False Это Будет Означать Что Запрос Не Прошел Запрос Может Не Пройти По Той Причине Что У Нас Уже Такой Пользователь Существует Соответственно Мы Проверяем Если Result Равен False 3 равно Это Точное Соответствие С Учетом Типа Данных То есть Если У нас Ставим 2 равно То Здесь Мы Не Важно Что Ставим 0 Или False Это Одно И Тоже Если Мы Ставим 3 равно То Между 0 И False Будет Разница То есть Если У нас В результате Запроса Вернулся False То Это Означает Что У нас Такой Пользователь Уже Существует Ниже Код Нам Не Надо Доправлять Потому Что То же Самое Мы В ту же Переменную Записали Код Ошибки Введенный вами Логин Уже Занят Две Ошибки Одновременно Не Могут Перезатирать Одна Другую Потому Что У нас Если Пароль Короткий То Тогда Вот Это Будет Сообщение Об Ошибке Else Введенный вами Логин Уже Занят То Они Не Могут Одновременно Потому Что Они В разных Литвях Кода Находятся Теперь Проверяем Еще Раз Я Попробую Зарегистрировать Нашего Пользователя И Посмотрим Что У нас Произойдет Ваш пароль Меньше Шести Символов Вышло Сообщение Ок Я Теперь Вожу Раз Два Три Раз Два Три Регистрация Проведенный вами Логин Уже Занят То Мы Получаем Сообщение Об Ошибке В Стандартной Форме Использу Але То Нам Не Нужно Колдовать Для Того Чтобы Делать Интерфейс Чаще Всего Вам Придется Работать Как Программистом С какими То Шаблонами Потому Что Или Что То Наподобие То Допустим Сейчас Я Как Он Там Была Дальше 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 Сейчас Скачаем То Это Пример Шаблона Для Разработки Сайта То Есть Если Есть Тверстальщики То Они Подготавливают Что То Такое Для Программистов И Программисты Уже Потом Используют Эти Кусочки Для Создания Своего Движка Просто Вот Именно Вариант Очень Хорошо Проработан И На нем Наглядно Будет Понятно То Что мы Используем На Bootstrap Сейчас У них Там На Вытреску Уже Тоже По кусочкам Разбито Куча Примеров То же Самое Здесь Просто Чуть Поле Навороченный Стиль Чуть 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 Продолжение следует... 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 Пароль небезопасен То есть это минималка Такая самая Чтобы зарегистрировать пользователя В принципе на этом пока можем А ну и то что мы заафишировали пароль То есть это три важных момента При регистрации Теперь следующий момент Это у нас Если Все у нас прошло Отлично То мы попадем Вот сюда То есть если у нас не возникло Никаких ошибок То теперь нам нужно Запомнить что этот пользователь Записать сессию Что этот пользователь уже вошел В нашу систему То есть нет смысла Если он прошел регистрацию Что то там дальше его Заставлять повторно вводить логин и пароль Сейчас мы Мы рассмотрим версию Когда у нас Не требуется подтверждение Через e-mail То есть мы будем Усложнять форму входа Но первый вариант У нас будет такой Что нам не нужно Подтверждение аккаунта То есть мы не будем Его статус смотреть Не human или не you Мы просто его автоматически Отправим в личный кабинет Если он прошел регистрацию Значит для этого нам нужно Использовать сессии Запускаем сессию И здесь Используя Глобальный массив Сессию По произвольным ключам Но я опять же Рекомендую Использовать Такие же ключи Как и То есть какой то Один стандарт выбрать То есть у нас e-mail Хранится под ключом e-mail Значит там его Везде будем хранить И он у нас равен Доллар пост e-mail То есть вот в этом Доллар пост e-mail То есть у нас Если В сессию Записали e-mail То это будет означать Что наш пользователь Уже зарегистрирован Также Так мы перекинем его Теперь В Ну на главную Пускай Пока так Хейдер А ну В принципе Ладно Так Делаем так Перекинем Валер Куда просто И тихо Доллар Ок Сег Выравняется Не знаю Ну и пока Поздравляем Вы успешно Прошли регистрацию И теперь Здесь Выводим Тоже Так А и нам надо Ему дальше То есть у нас После каждого действия То что важно Понимать Что после каждого Сообщения Важно дать Пользователю Инструкцию Что делать дальше То есть Когда вы Пишите код То вы Думаете Вы понимаете Вы знаете Как он работает Но простой пользователь Он не будет понимать Как этот код работает То что вам кажется Элементарным Любому другому Человеку Будет непреодолимой Преградой То есть если вы Часто Начинающий Программист Они пишут Код так Что В базу Вставилось Я знаю Что оно Вставилось И все То есть что Пользователь Зарегистрировался И теперь дальше Обычно То что пишут Новички Это Никаких сообщений Пользователю Не выводится И когда Ну да Догадайся сам Ну Когда Вот я Со своими сотрудниками Общаюсь Говорю Ну как ты думаешь Что дальше Должен делать Пользователь То Сотрудник Говорит Что Ну тут же Очевидно Все надо Просто В другой пункт Меню Перейти То есть Нигде нет сообщений Что вы вошли Там Никак Непонятно Что дальше Делать Да И это Очень часто То есть Это типичное Мышление Программиста Который хорошо В чем-то Разбирается И он Не думает О том Что Есть люди Для которых Просто найти Какую-то кнопочку На клавиатуре Это уже Достижение Века И Соответственно Интерфейс И таких Наверное Ну не знаю Сейчас Уже Меньше таких Но возможно Что сейчас Все равно 50% Еще очень Слабо Знакомые С компьютером И соответственно Эти люди Они будут Им будет Очень тяжело С этим интерфейсом Работать Если не будет Никаких Инструкций Поэтому Давайте Сделаем Ссылку Ну не знаю Пока так Потом подумаем По логике Что должно быть Но обязательно Должно быть Что-то Что делать Дальше И По такой же Логике Проверим Что если У нас Есть Ок Месседж То мы Выводим Позвравляем И здесь Ок Месседж Теперь Соответственно Мы делаем Не Alert Danger Это Английские Слова Danger Опасность А Success Успех То есть Мы Выводим Сообщение Говорящее О том Что Что-то Пошло Успешно По плану Все Посмотрим Теперь Попробуем Зарегистрировать Пользователя Посмотрим Работает ли Наш скрипт Или нет То есть Я здесь Теперь Введу Какого-то Ок Майлру И Работает Регистрация Все Поздравляем Вы успешно Прошли Регистрацию Теперь Вы можете Перейти На главную Знакомиться С сайтом И так далее Но вот Этот интерфейс Он понятен Он четко Говорит Пользователю Что дальше Делать И Изначально Большинство Курсов Которые Ну Там На ютубе Я вижу Они Не говорят Эти моменты То есть Для них Цель Не просто Написать Код Не Сформировать Правильное Мышление Потому что Это нужно Начинать Сразу Учить Правильно Потому что Такие Программисты Которые Самоучки Они делают Одни и те же Ошибки Они не знают Что существует Другой мир Кроме их То есть Они общаются Своими Друзьями И так далее Это очень важно Делать Такой сайт Который Будет Четко Объяснять Пользователю Что нужно Делать Теперь у нас Следующий Шаг Это у нас Менюшка То есть У нас Сейчас Вот здесь Менюшка Она должна Поменяться То есть У нас Мы уже Вошли Соответственно Вот этот Вход Он должен Поменяться У нас На Выход То есть Мы уже И регистрацию Можно в принципе Я не знаю Заменить На личный кабинет Да То есть Давайте Это сделаем Открыто Соответственно Нам нужно Меню Да Меню Меню Так Мы находимся В Так Теперь еще Один момент Ну Чтобы не Запускать Сессию В каждом Файлике Да Так У нас Сейчас был Регистрация Да Вот Давайте Перенесем Эту строчку В Ну В коннект Допустим Да То есть Пускай в коннекте Мы будем Запускать Сессию Ну Здесь Вот Тоже Сейчас По поводу Сессии То есть Сессия Это у нас Вещь Которую Можно В принципе Взломать То есть Это просто Какое-то Конкретное Значение Сессии Да Которое Будет Запущено И его Можно Подобрать То есть Есть такой Метод Взлома Сайтов Как Подбор Сессии То есть У вас Сессию Отправляет Браузер Да Если я Напишу Свой Браузер То я Смогу На сервер Постоянно Имитировать Различные Комбинации Сессии И В итоге Я могу Послать Туда На сервер Такую Сессию Которые Под которые Уже Кто-то Залогинился То есть Подобрать Сессию Я могу И сервер Скажет Окей Ты залогинился И пустит Меня Туда Куда Не должен Пускать То есть Есть такая Вещь Как взлом Сессии Поэтому Мы Сейчас Используем Запускаем Сессию Да И Это Нужно Понимать Что это Какая-то Определенная Узивность То есть Это сложно Сделать Технически Подобрать Сессию Но в принципе Это возможно Просто Это так На будущее Что Сессии Ее возможно Не нужно Запускать Во всех Файлах Но мы Сейчас Чтобы упростить Код Сделаем так То есть По идее Там Есть множество Механизмов Защиты От взлома Сессии То есть Записывается Не только Сессия Но и IP адрес То есть Я знаю Что у меня Этот человек Залогинился С такого-то IP адреса И как только Кто-то С той же Сессией Но под Другим IP адресом Пытается Зайти То есть Это уже Еще сложнее Задача Подобрать И IP адрес И сессию То есть Уже почти Невозможно Такое сделать То есть Чаще всего Используют Еще что-то Мы этого Пока не будем Делать Потому что Наша цель Сделать Минимальный Вариант Но даже Сессию Взломать Это Крайне сложно Но чаще всего Нужно Делать Усложнение Этого Алгоритма Только в тех случаях Когда вы будете Писать действительно Крупные проекты На которых Будет Одновременно Около тысячи человек Залогинили Или миллиона Тогда уже Вам нужно думать О более серьезной Защите Когда в большинстве Случаев У вас Если вы Один администратор Сайта И только вы залогинились То вам нет смысла Делать эту защиту Потому что Здесь уже Сам факт того Что вы должны быть В админке Вы только один И вас должны взломать То это уже Маловероятное Совпадение Просто это тоже Нужно понимать Что это не очень Безопасная вещь Но мы пока Сделали так Теперь у нас Значит В меню Давайте проверим Есть ли наша сессия Если в сессии Имейли Что-то есть То мы Тогда Поменяем Регистрацию И вход Емейл То есть Если у нас Есть Емейл Значит Мы Вводим Что-то там Else В противном случае Мы выводим Ну стандартное Наше меню Вот эти Вход И Все Окей Теперь Следующий Так Да Что мы Вводим Если у нас Есть Емейл Мы договорились Что если человек Вошел То мы Выводим Кабинет И выход Так Выход Мы его Кидаем На логин PHP И пишем Вопрос Exit Равно 1 То есть мы Передаем Get параметр В котором Будет Прописано Что мы Выходим То есть Exit 1 А личный Кабинет Это будет У нас Давайте Создадим Папку Ну там Admin Slash Кабинет PHP Или не знаю Давайте Не в админ Здесь Прям Создадим Кабинет Пускай Будет Кабинет Вот Одно Так Значит Здесь Кабинет PHP И он Пока Пустой Так Теперь Следующий Этап Это Обработка Вот этого Выхода Мафрос Exit Равно 1 Мы Идем Файл Логин И Здесь Проверяем После Коннекта Если Dollar Get Exit Равно 1 То Мы Делаем Unset Unset Это у нас Ну Стирает Значение Переменной И Dollar Session Email То есть Мы Стираем Значение Email Которое У нас Обозначало Что Пользователь Зашел Теперь У нас В сессии Отсутствует Email Подключится Менюшка Которое Уже Опять Заново Фот И регистрацию Пропишет Но У нас Важный Момент В чем Заключается То что Останется Вот этот Dollar Get Exit Параметр В адресной Строки То есть Он у нас Вопрос Exit Так Останется Это не очень Хорошо Давайте Попробуем Посмотреть То есть Вот У меня Выход Горит Да Я нажимаю Выход Я перехожу В Логин PHP И у меня Менюшка Меняется То есть Система Наш Скрипт Понял Что человек Уже вышел Что ему Заново Нужно Входить Или Регистрироваться Но Вот эта Вещь Она осталась В адресной Строке Это Не Есть Хорошо То есть Нам нужно Удалять Такие лишние Вещи Которые Чисто Технически То есть Во-первых Эта строчка Показывает Взломщику Что мы Используем Get Параметр Exit Да И это Как бы Лишняя информация Которая не нужна Во-вторых При последующем Входе У нас автоматически Будет происходить Выход То есть Он тоже Не очень Хорошо Для того Чтобы Стирать Get Параметры Также Мы можем Стирать И пост Параметры Мы Делаем Переадресацию Header Location И Идем На Логин PHP Уже Без Exit 1 Теперь Если я Обновлю Страницу То У меня Уже Видите Адресная Строка Автоматически Поменялась То есть Когда я Нажал Выход То у меня Здесь Exit 1 Уже Пропадает То есть Это как раз Делается С помощью Header Location То есть Мы Указываем Браузеру Что он должен Открыть Логин PHP Не Логин PHP Вопрос Exit Равно 1 А просто Логин PHP Мы Можем Также Сделать Переадресацию На любой Другой Файл Но в нашем Случа Этого Не надо Так Теперь Дальше Что у нас Еще Нужно Сделать Так Вход Регистрация А входа У нас Нет То есть Вход Нам нужен Теперь Логин PHP То есть Теперь Для того Чтобы Войти Нам нужно Выводить Сообщение Об ошибке Что вы Ввели Неверный Логин Или пароль Или же Опять же То есть Это очень похоже На регистрацию Да То есть Поздравляем Вы успешно Прошли Ну не регистрацию Вы успешно Вошли на сайт Может быть Такое Сообщение Да А Else У нас будет Сообщение Об ошибке Что Введенный Вами Логин Или пароль Неверный Тут Такое Есть Тут Такого Нет Ну просто Вер Месочка Какая Есть Да Вот так Вы Ввели Неверный Логин Или Пароль Ну Без разницы Если В базе Данных Нет То В принципе Нам Не важно Теперь В каких Случаах Значит Нам нужно Сделать Запрос В базу Данных На Соответствие Логина И пароля То есть Опять же Мы должны Сделать Наш Наш пароль Использовать Хэш Для того Чтобы Получить Ту же Комбинацию Которую Мы сохранили В базе Данных И сделать Селик Нам Достаточно Только ID Поле Для того Чтобы Определить Есть И У нас Такой Пользователь В базе Данных То есть Select ID From Users Где Email Равен Dollar Post Email And Password То есть Этот запрос Он вернет Или одну Или ноль Строчек Если у нас Есть такой Пользователь То в результат У нас Запишется Его ID Если нет Такого Пользователя То у нас ID Не будет Нам Достаточно Проверить If Isset Result ID То есть Если у нас Есть Вообще Хоть какая-то Строчка То тогда У нас Поздравляем Вы Успешно Вошли На сайт Перейти На главную Страницу Вы Ввели Неверный Логин Или Пароль Air Message И теперь Соответственно Здесь Нам Нужно Ввести Точно Так же Как Мы В Регистрации Вводили Если Есть Air Message Если Есть Ток Message Их Ввести Так Это У нас Логин Два Добавили Код Так Опять Пвд Не забываем Менять На Password Потому что В большинстве Случаев Когда Вводят Разные И name И Post Данные То Потом Куча Путаниц Возникает Так Здесь Нас Войти Все Верно Так Давайте Проверим Что У меня По-моему Вот этот ААА Раз Два Три Раз Два Три Было Верно Выделили Неверный Логин Или пароль Значит Я не помню Что я там Регистрирую Нового Пользователя Тогда Еще один Момент Вот Тоже Допустим Вот здесь Что сейчас Происходит Когда Возникает Ошибка То Стираются Постданные Когда У вас Будет Вы будете Работать С формами Более Длинными Возможно То есть Требовать Больше Больше Данных Для регистрации И данные Будут Пропадать Которые Пользователь Ввел То он Будет Немножко Раздражаться Потому что Бывают Такие Сайты Когда Заполняешь Форму Из 50 Полей А потом Они тебе Говорят Вы что-то Ввели Неправильный Емейл И все Эти поля Уже Стерлись То есть В адрес И так Далее Ты Немножко Расстроенным Оказываешься Думаешь И На этом Моменте Пользователь Ломается И он Говорит Окей Я не буду Регистрироваться И вы Как Владелец Сайта Который Что-то Допустим Продает Вы теряете Покупателя Который Очень Хотел Отдать Свои Деньги Но Просто Не пробился Через Вашу Вот эту Форму И через Ну что Тоже Я не спорю Возможно Эти сайты Программировали Очень много Лет назад Да И там Уже Много Логинов Занятых И когда-то Это все Работало И теперь Их Владельцы Забросили Потому что Это не основной Не основная Статья дохода И как-то Крутится Там лежит И пусть лежит Вот Но все-таки Как бы В этом случае Лучше вам Не терять Пользователя И поэтому Мы должны Прописать Value Равняется Здесь у нас Доллар Пласт И то Что мы Ввели E-mail Ну пароль Может быть И нам Не нужно Записывать Потому что Пусть его Поменяют Уже Там Все равно Он Звездочками Закрыт Я не знаю То есть Если пароль Неверный То его Все равно Занят Но уже Если у вас Форма состоит Из 50 тысяч Полей Да То когда Возникнет Ошибка Сейчас Что Не вышло Доллар Поз И Ну и Еще раз Это Это Логин А Там На регистрации Это Налоги Сейчас На регистрации То же самое Делаем То есть Такие мелочи Они как бы Так Мелочи Регистрация Они не критичны Без них Может все Работать Но Конечный Продукт Будет терять Какое-то Количество То есть Вот Сейчас Он заполнился Теперь Пользователь То есть Он уже Ну и Если там Допустим Хочет Что-то Подправить То ему Уже Меньше Править Опять же У вас Пароль Меньше Шести Символов Раз Два Три Раз Два Три Регистрация Окей Отлично Теперь Выход Нажимаем Вход Что-то Что-то Там Вы Ввели Неверный Логин Или Пароль Ага Окей Сейчас Доделаем Так У нас А1 Раз Два Три Раз Два Три Пойти Все То есть У нас Мы вошли На сайт Теперь У нас Постоянно Выходит Сообщение Что Мы Ввели Неверный Логин И пароль Это Происходит Потому Что Мы Отодвинуть Весь Код Блок Выделенного Кода Налево Или Направо То есть Там Вы Отодвигаете Направо Shift Таб Налево Потому Что Иногда Что-то Сдвинется И Нужно Так Нам Нужно Весь Код Проверки Есть Пользователь Или Нет Проверять Только В том Случае Если Заполнялась Форма То есть If Is Set И Что-то Там Из Формы То есть Неважно Что Было Под Пассворд Под Логин Просто Если Форму Заполняли То Будет Под Данные Все Окей Теперь У нас Не Должно Быть Таких Проблем Что Все Введите Email Так Логин PHP Ну По идее Ладно Или нет Все Ну В принципе Все Здесь У нас Как бы По минимуму Все Работает Работает Выход Работает Регистрация Работает Сход Пользователю Выдаются Нужные Сообщения И Но он Должен быть Частлив С таким Скриптом Так Единственное Что осталось Делать Это вот Подсветку Пунктов Меню В которых Мы находимся То есть Если мы Находимся В регистрации То у нас Меню Регистрация Должно Быть Активным Потому что У нас Сейчас Всегда Главная Подсветка Идет Что Главная Активная Мы По идее Не на Главной То есть Это нам Еще Тоже Нужно Поработать Чуть С меню Так Для Этого Нам Нужно Получить Из адресной Строки Наш URL И Проверить Есть ли В нем Там Login PHP Registration PHP И так далее Гуглим Как получить URL PHP Потому что Я сейчас Не помню И здесь Вот Смотрим На количество Положительных Лайков Там 900 Соответственно Можно этому Доверять 900 человек Уже Проверили Так И Получаем Наш Текущий Линк Ну и давайте Через эхо Его выведем И посмотрим Что это Такое То есть У нас Сейчас Где-то Над Менюшкой Текущая Текущий Адрес Ну вот он Соответственно Соответственно Мы проверяем Если данный Адрес Содержит В себе Slash Registration PHP То это Наша Страница С регистрацией То есть Если вот этот Actual Link Позиция SturPost Это у нас Возвращает Позицию Строки Внутри То есть Подстроки Внутри Строки Здесь мы Смотрим Подсказку Это Highstack Это Needle То есть Я уже Говорил Highstack Это у нас Сток Needle Это Иголка То есть Мы ищем Иголку Стогу Сена И Highstack Это Большая Часть Needle Это Маленькая Часть То есть Needle Это у нас Registration PHP То есть Если Эта Штука Больше Нуля Значит Она Там Есть И Тогда Мы Делаем Тут Много Вариантов Я просто Один Допустим Доллар Актив То есть У нас В Bootstrap Есть Стандартный Класс Актив Который Означает Что Данный Пункт Меню Активен И Теперь Ну Планы Наверное Было не совсем Через их А через switch Записать Продолжим Так Соответственно У нас Еще Есть Логин Так Какие у нас Там Страницы Еще Есть Главное Это У нас Index PHP Но Она Будет По Умолчанию Вход Выход Так Все Это Все Тогда Удаляем У нас Ну Пускай пока 2 Так То есть Если у нас Registration Тогда Registration Равняется Актив Если у нас Логин Есть Значит Логин Актив Else Индекс Актив Ну То есть Главное И Теперь В меню Подставляем Соответствующие Пункты Меню В Класс Актив То есть Если у нас Случилось Так Что В В Адресной Строке Ни 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 Найдено То Он Подсветит Главное Если Он Нашел У нас Логин Так Регистрация Код Код Это Вот Здесь Л И Класс Сравняется Актив Слогин И Здесь У нас Слогин Теперь Выход Это у нас По сути Пайл Тот же Будет Логин И мы его Никогда Не увидев Выход Подсвеченный Никогда Не будет Кабинет Может быть В принципе Вот Я Кабинет Пойду Сейчас Если Мы Перешли В кабинет То Будет Подсветка На кабинете Подсветка Подсветка Есть Есть Регистрация Записываем В регистрация Актив Если Есть Логин Логин Актив Если Есть Кабинет Кабинет Актив Во всех Остальных Случах Индекс Актив После Того Как у нас Начинает Выводиться В меню Для На текущей Странице Если Текущий Индекс То Здесь Запишется Класс Актив Если Текущая Страница У нас Будет Кабинет Кабинет Актив Если Текущая Страница Регистрация То Здесь Будет Записан Актив Если Логин То Логин Актив Теперь В зависимости От того На какой Странице Мы Находимся У нас Будет Подсветка Вот Я сейчас На странице Логин Вход подсвечивается. На странице регистрации меню регистрации подсвечивается. Перехожу на главную подсвечивается главную. То есть теперь пользователь он видит уже какое меню у него активно. Это тоже здорово. Следующий еще важный элемент это у нас перелинковка всех страниц. То есть опять же нам нужно пользователю дать инструкции. Он случайно попал на вход, на форму входа. И теперь он такой, окей я хочу зарегистрироваться где мне зарегистрироваться. И в зависимости от того насколько загружена вот эта форма и к чему привык пользователь. То есть на каждом на каждом сервисе есть свои расположения кнопок регистрации и так далее. Соответственно если мы продублируем вот эту кнопку, здесь напишем вопрос впервые на сайте зарегистрируйтесь, да? То есть такое сообщение напишем, то пользователю будет проще найти эту кнопку, когда она будет у него где-то по центру страницы перед глазами. Потому что есть правило как пользователь страницу просматривает. И он начинает просматривать с левого верхнего угла и потом по диагонали. То есть вот эти зоны, правый угол и нижний угол, нижний левый и самый мертвый это нижний правый. Они и редко глаза туда попадают. То есть это есть психология поведения человека на странице. Соответственно он здесь эту регистрацию может не увидеть. У него будет фокус глаз на форму входа, на войти. И если здесь мы напишем, впервые на сайте регистрируйтесь, то это увеличит вероятность того, что человек сможет зарегистрироваться. Соответственно в регистрации, ой, на входе мы под формой пишем и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все... То есть это более... User-friendly интерфейс... На котором вы никого не потеряете... То есть вот эти важные моменты... Нужно всегда учитывать и доводить их до автоматизма... Чтобы вы знали, что когда пользователь что-то взвел... И что-то пошло не по плану... То он не должен потерять вот эти данные... Которые он уже вводил... Потому что иначе он будет материться. И вы его потеряете. В конечном счете. То есть это. То есть он попробует один раз. Что-то не получится. Второй раз. И потом он уже скажет. До свидания. То есть регистрация пошла успешно. Мы регистрируемся еще раз. Но данные не теряются. Здесь все прекрасно. Так. Ну в принципе на сегодня все. То есть. То что. Первый этап. Это нам нужно будет научиться. Вот такую штуку собирать. До автоматизма ее довести. То есть вот эту форму входа. Я этот ролик выкладываю на YouTube. Потом вам скину ссылку. Вам нужно будет. Я не знаю сколько раз это сделать. Но так чтобы все вот эти моменты. Которые я сегодня рассказывал. Вы умели делать. Спорталы. Спасибо. Надеюсь. Продолжение следует...